я вас приветствую на канале процветок сегодня мы с вами поговорим о грушах груша это самая моя любимая тема сад у меня в основном из груш состоит это говорит о том что не только я люблю но и моя семья и мои знакомые все любят груши и если кто-то ко мне в гости приезжает обязательно у нас программа пройти по саду и собрать ведерко груш сегодня мы поговорим о летних сортах груш я стараюсь сажать кроме летних осенние и зимние сорта но все равно мимо летних сортов не пройдешь почему потому что лето это запах в саду этих груш это первый урожай запах как бы детство напоминает какой бы груши летом не подошел поэтому у меня очень много сортов летних это духмяная юраты августовская роса маслянистая летняя забава млеевская ранее в этом году заплодоносила большая летняя тоже очень вкусная очень красивая груша вот мы с вами стоим возле груши забава уже в саду она у меня растет больше 20 лет я еще помню когда двухлетним саженцем я сажал вот а смотрите во что она превратилась каждый год я снимаю где-то по 200 килограмм груш с этой груши очень вкусная груша красивая груша вот и мне она нравится тем что она не быстро перезревает вот если первые ранние летние груши они вот буквально если тепло стоит это эти груши за неделю перезревают его там не знаем куда девать забава вот груша она даже считается летние осенние зависимости от погоды вот в этом году лето такое среднее не холодно не жарко и она созрела в конце августа бывает что она созревает начале сентябра груша очень вкусная вот видите какая у нее мякоть давайте попробуем все в этой груши есть маслянистость сахаристость поэтому я бы всем рекомендовал вот сорт забава посадить в своем саду но всегда когда мы что-то нахвалим всегда возникает вопрос а какие же есть недостатки в этой груши но я бы не назвал это недостатком но все-таки хотел бы обратить внимание на такой момент это груша у неё крона постоянно как бы старается расти вверх если в других грушах крона раскидистая получается ее даже и формировать сильно не надо то эту грушу даже в десятилетнем пятнадцатилетнем возрасте постоянно надо сдерживать в росте и отгинать ветки в стороны это делается или обрезкой или я беру специальные веревки и отгинаю ветки в сторону потому что от этого и урожай зависит обычно как принято считать если у нас ветка растет вверх вертикально это ветка растет на дрова если она растет в горизонтальном положении значит она уже в следующем году заложит урожай поэтому принцип и обрезки в первую очередь заключается в том чтобы заставить нашу грушу расти в стороны расти в горизонтальном положении ветки чтобы находились и тогда она будет давать урожай груша маслянистая летняя эта груша у меня как-то с опозданием появилась в саду но я не жалею о том что нашел эту грушу привил нашел место в саду чтобы ее посадить потому что эта груша всегда дает хороший урожай по вкусовым качествам она ну идеальная даже смотрите вот можем попробовать недозревший что зеленую грушу она же будет вкусной сладкой груши она в сравнении с другими сортами летними она больше хранится висит на дереве то есть нету такого что вот мы где-то уехали в отпуск приехали и эта груша осыпалась и вся земля усыпана уже перезревшими грушами и и всегда приятно покушать пустить переработку даже я вам признаюсь вот эту грушу и я много очень груш сушу эту грушу мне даже жалко пускать на переработку потому что она настолько вкусная что моя семья вот с удовольствием эту грушу есть вот видите уже разрезали мы ее и семечки зрелые давайте вместе попробуем вот я режу ножом она хрумстит то есть это показатель того что она не перезревает как будто медом намазан помазанная как всегда когда мы говорим о плюсах надо найти минусы может быть минусом является для этой груши то что она очень сильно росла и если люди садят где-то в саду то она много места занимает и даже когда я вижу что люди обрезает ее сколько бы ее не резал она все равно растет вверх она стремится занять побольше пространства но с другой стороны если вы научились ее как бы сдерживать в росте и заставить ее расти в стороны видите как какой обильный урожай вот три груши это уже килограмм на весах поэтому рекомендую маслянистую летнюю посадить ваш ваш сад и все вы всегда будете радоваться этой груши сорт груши юрата это прибалтийский сорт груша мне нравится тем что груша крупная сладкая и каждый год она радует меня урожаем как-то был один год что в саду было очень мало груши это видимо повлияли климатические условия зимние морозы весенние морозы юрата каждый год не дает урожай она хороша тем что медленно созревает можно собрать урожай и долго ею наслаждаться но говоря о летних сортах я бы посоветовал всем летние сорта как только у вас на дереве появляются зрелые груши ящики их собрать и положить погреб погребе они уже будут дозариваться тогда они медленнее будут дозревать будет растянется у вас период созревания больше и вы сможете этими грушами наслаждаться не в течение недели а течение трех недель у меня был случай что мы собрали грушу и собрали и зрелые и незрелые и незрелые груши куда давайте поставим погреб поставили в погреб вот и они за счет того что они медленно дозревались они не потеряли сахаристости были гораздо вкуснее чем те груши которые мы прямо с дерева снимали ну говоря о груши юрата надо сказать что это груша которая всегда поддается обрезки вот я ее регулярно обрезаю но нет у нее такой тенденции что вот она ветки пускает и пускает вверх вот я вот два обрезал ее затормозил в росте она отклонилась в стороны на этих ветках постоянно мы получаем урожай и видите урожай довольно таки обильный груши эти довольно таки симпатичные такие видите как лампочка можем с вами вместе попробовать ее отрежу ножик уже чувствует зрелую мякоть сладкая вот сама просится в рот это уже такая маслянистая груша сладкая поэтому я люблю ее сушить она крупная поэтому ее не надо много нарезать большие груши нарубили сушилку вот и на целую на целое лето у нас запасы сушеных груш вот 10 появилась груша августовская роса первые года она как-то меня и ничем не удивляла вот но когда она уже повзрослела набрала силу вы видите какой обильный урожай она дает груша довольно таки вкусная вот единственное что может быть она быстро созревает вот она висит на дереве вроде бы зря и что не зрелая прошло пять дней приходишь к дереву уже земля усыпана зрелыми грушами достоинство я вижу в этой груши в том что у нее очень такая пониклая крона то есть те кто любят и у меня иногда спрашивают какую грушу посадить чтоб она была невысокая мало места занимала вот это груша августовская роса как раз подходит к таким требованиям очень сочная груша мы любим с нее сок делать обычно это это груша всегда дает нам столько сока что мы потом за зимой выпить не можем вот она довольно таки крупная груша маслянистая вот ощущается и сочность этой груши и сахаристость поэтому я бы рекомендовал особенно дашникам которых участки небольшие вот эту компактную грушу сажать у себя в саду мы с вами сегодня вели разговор о грушах летних я хотел бы всем порекомендовать несколько груш посадить летних сортов какие из этих сортов вам больше прихлянулись но вы делаете выводы из нашего с вами разговора поэтому я желаю вам хороших урожаев и приятного аппетита а